Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Телеканал Континентальной Хоккейной Лиги рад вас приветствовать! И сегодня мы с вами отправляем следовый дворец Череповец, где Северсталь будет принимать Борис из Нур-Султана! Кистей здорово бросал! Не попадает в дальнюю девятку Даренгитс! Первый такой очень опасный момент и вообще первая такая хорошая позиционная атака у Бориса в этом первом периоде. Чуть-чуть прижали в Череповчане к своим воротам и еще какой шанс у Кертиса Волка! Получил он передачу из-за ворот и мог забивать! Все, что нравится! Вот видите, бой там Волка! И тут помогают, конечно, защитники Чепчура, принял на себя, по-моему. Атакует Северсталь и за ворот здоровый гол! Забивает Череповчане и берет на себя все-таки инициативу Капустин и забивает Кирилл! Еще раз смотрим, вот здесь уходит он очень здорово, резко и тут рикошет небольшой, который помогает Капустину и немножко дезориентирован по сквале. И в итоге шайба в ворот. Вот с этой камерой сейчас будет вообще отлично все видно. Да, там пытались побежать игроки Бориса, но сделать это не удалось. Капустин забивает шайбу, но не в раздевалку, но в фактически... ...не забивал Борис Адмиралу, причем это была домашняя игра, вот сейчас хороший момент, баловый Якимова. Шайба, и вот последний 3-0 3-поражения АЦСКА. Ой, молодцы! Так что, на защитник Макархабаров, но все равно там борются череповчане. И вот посмотрите, момент! Ой, яйда сэй, еще! Это мастерство по сквале. Вот так вот он здорово реагирует на этот бросок. А сейчас могли забить напротив в обратку на последней минуте, но атака еще продолжается у Бориса. Провольник выбрасывает шайбу и контратака Северсталин! И вот это по сквале! ...что Люба дорого смотреть. Готово, Готово, прошу прощения, это был. Он сместился в центр и с ним уже не бросил. Готово, нет. ...побиепольские по сквале. Но играть-то еще 13 с половиной минут. А в этом третьем периоде опять Дитца пытается вывести на бросок. И подправление! Гол! Давайте еще раз смотреть, как развивалась атака Бориса. Опять шайбы мы видим. но он делает очень тонкую передачу давайте отметим ну и здорово клюшку там развернул там грейде и подправил в итоге шайбу ворота с таком бросок рядом со штабом не проходит шайба шалапов не дает шайбе выйти зоны и вот тут получается вот эта передача как эту шайбу обработал кодола а вот попасть в ворота забыл последние секунды периода друзья 1-1 очередной матч таким счетом в основное время заканчивает северстайл и мы с вами в ожидании овертайма польский не удержав шайбу и гол вот здесь ошибается вратарь рассмотрим в зону барыса вот видите клюшка неудачно неудачно и это не пунюков прошу прощения цыгодиев антон цыгодиев становится автором заброшенной шайбы вот здесь он не сумел клюшкой выбросить шайбу под японские в итоге победа барыса полевая победа уступали 0-1 перед третьим периодом но в итоге благодаря шайбам тангрейде сагадеева барыс прерывает 5 матчевую серию из поражений